По две минуты договорил нас, вот, меня отмечали собираюсь, будут изменения, тогда посмотрим по-другому уже. Ну, вероятно, что не выйдешь на бой, если будут изменения. Невероятно, что точно не будет. Принципиально важно? Конечно. Я же мужчина, я сдерживаю свои слова, если я сказал один раз, так и будет. Хоть на конференции, я помню, там что-то у меня говорили. Поэтому принципиально. Ну, Владимир Хуренов, по-моему, в большей шуточной форме, да, обратился к тебе, получается? Я такие шутки не понимаю. Я никому нигде не позволяю об этом шутить. И это не значит, что где-то я позволю. Так что Владимиру нужно было перед тем, как это сказать, хотели меня предупредить. А это у нас все равно прямая трансляция была. Меня смотрят мои родственники, мои дяди, отец. Такие шутки мои недели. Поэтому я сказал, и главный мой, я обвинять не буду, как вначале, как мужчины договаривались. Слово-совесть, блять, я же не собираюсь. У вас хотел поинтересоваться по поводу правил боя между пулеметчиком и Гукосяном. Потому что буквально два дня назад мой коллега взял интервью у пулеметчика, и он сказал, что не выйдет на ринг, если будет раунд три минуты. Вы знаете, я буду с ним, он сейчас приедет, буду с ним обсуждать его поведение, да, и саму по себе ситуацию, что он вообще с кем-то еще что-то обсуждает, кроме меня. У нас есть с ним четкая договоренность. Он получает самый высокий гонорар из участников турнира. И формула боя была определена в контракте. Да, все остальное началось потом. Увеличьте гонорар, еще что-то сделайте. Но сейчас мы договорились, он сюда приедет. То есть формула боя, три раунда по три минуты. Предварительно да. Существует другой аспект, это его состояние здоровья. Вот он пройдет осмотр, и тогда мы, может быть, изменим формулу боя, исходя из состояния его здоровья. Да, потому что у нас предыдущий раз, когда он выступал против Датсика, мы вынуждены были изменить по две минуты. Потому что был высокий пульс и медленное восстановление. Да, это уже будет решение врача, но организационно это возможно. Ага. Ну то есть, но вы, в любом случае, выступаете за три минуты? Я выступаю за три минуты, да. А что будет, окончальное решение вынесет врач. Вынесет врач. Всем новым пользователям возможность выиграть крутой приз. Регистрируйся до 27 марта по ссылке в закрепленном комментарии с промокодом BOX. И получи шанс выиграть перчатки с автографами Харитонова и пулеметчика. Результаты розыгрыша будут опубликованы в соцсетях Винлайн 28 марта. А с пулеметчиком вы будете только его поведение обсуждать? Ну, он не пришел на утренний поезд. Всем были куплены билеты, его в поезде не было. Сейчас едет вечерний поезд. Особенно сейчас, в трудное время, но так вести себя не нужно. Он еще просто сказал, что ему не понравились ваши слова на пресс-конференции. А чем можно это оправдать, кроме как испугом? Значит, ты чего-то опасаешься, чего-то ты не хочешь. Пожалуйста, давайте будем выяснять в ринге завтра. Я думаю, что это будет один из лучших боев турнира. И то, что обсуждается его отдельные детали уже так широко, мне много кто пишет, звонит. И я думаю, все в предвкушении такого большого боя. По поводу регламента боя. Пулеметчик сказал, что не выйдет на ринг. Если раунды будут по 3 минуты, а не по 2, что скажешь? Мне согласовали трехминутные раунды. Изначально мы готовились. Вообще на формат, когда мне предложили бой, у меня было условие 6 раундов по 3 минуты. Когда мне сказали, мол, он отказывается. Двухминутные раунды. Я сказал, давайте я пойду на встречу, пусть будет 4 раунда вместо 6. По последним данным, вроде бы будут раунды трехминутные, как Владимир Викторович говорил. Ну тут, как он мне сейчас сказал, что все зависит еще от того, что покажет медицинское обследование. То есть там пульс может быть на каким-то нетатин, как это было перед боем сдаться. Мы им тогда сделали раунды по 2 минуты. Не знаю, у меня нет такой информации. Ну вот смотри, допустим, представим, что раунд будет по 2 минуты. Ты выйдешь тогда на ринг? Ну, все зависит от условий. Ну, я скажу, если меня заинтересует, если будет интересно предложение, как бы, может, и выйду. Ну, как бы, мне кажется, этот бокс потерять. Понимаете, двухминутный раунд человек не раскрывает за 2 минуты. Не зря придумали люди годами боксируют 3 по 3 минуты раунд. За 3 минуты вся красота бокса видна. За 2 минуты можно отбегать, посушить бой, как бы, и раунд заканчивается. За 3 не успеешь, как бы. Я считаю, ярче 3-х минутные раунды, потому что это классика. То есть это, в общем, будет преимуществом для пулеметчика в таком случае? Ну, он, как бы, будет сушить бой, как бы, если он так планирует. Он на это надеется. Я считаю, любой боксер, ему комфортнее боксировать за 3 минуты. За 3 минуты может раскрыться. За 2 минуты может удобно только тому боксеру, который хочет просто сушить бой. Просто, знаешь, сушить весла, как бы, спасаться. А если ты хочешь выходить на бой боксировать, раунд должен 3 минуты длиться. Или ты не уверен в своей функциональной подготовке, требуешь 2-х минутные раунды, как бы. Я так воспринимаю это. Что вообще скажешь про его уровень, как боксера? Ну, он профессиональный боксер, но 3 боя по профессионалам. Ну, как бы, он такой нестандартный боксер такой. У него своя манера определенная. Ну, мы наработки делали, думаю, да и Бог уверен, выйдем и сделаем свое дело. Победа будет за нами. Добро пожаловать, боец из Твери, Россия! А просто еще пулеметчик, он не доедет. Он еще едет, а его соперник уже здесь и готов выйти на эту сцену. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok